На европейскую территорию России вышел обширный антициклон из Атлантики. А это значит, что уже с 16 января в регион вернутся обильные снегопады с усилением ветра. При этом температурный режим будет колебаться в промежутке между минус двумя и минус семью градусами. Но к крещенской ночи температура все-таки понизится. Обильные осадки конца декабря-начало января плодотворно сказались на росте ледяного покрова. По состоянию на 15 января этого года толщина ледяного покрова в районе гидропостов составила река Сура 33 см, Сызры 40 см, Барыж 32 см, Большой Черепшан 30 см, Свияга 28 см, Сеть 18 см с промойной. Это в пределах средних многолетних значений. Получается, что в этом году сама природа встает на защиту православного праздника. Ведь в 2018-м толщина льда была меньше, в среднем от 5 до 15 см. Однако, несмотря на толщину ледового покрова, одна из основных задач, поставленных перед спасателями, не допустить массового выхода людей на лед. Каждый человек, который будет заходить в купель, будет на страховочном трассу. Соответственно, каждый человек будет индивидуально, к нему будет подход, чтобы избежать случаев переохлаждения, утопления. Соответственно, будут содержать спасатели, которые у нас профессионалы в этом деле. Каждый год мы это проделаем, и каждый год практически мы без эксцесса проходим. Всего в регионе оборудовано 80 мест для купания. 61 купель будет прорубаться во льду открытых водоемов. Безопасность во время купания обеспечат более 650 человек личного состава регионального МЧС и около 115 единиц техники. Спасатели напоминают, после купели желательно выпить горячего чая, завернуться в сухое полотенце или плед и надеть теплую обувь. Соблюдение этих простых правил не просто убережет здоровье крещенских ныряльщиков, но и позволит не пополнить список трагических происшествий.